добрый день дорогие друзья дорогие подписчики зрители гости канала также добрый день мои друзья мои коллеги по совместному проекту дыхание осени сегодня у нас отчет номер два снимаю видео 14 сентября соответственно видео выйдет завтра 15 это отчет номер два и как вы узнаете все у нас четыре номинации и четвертая номинация это долой недовязывая реставрация вязаных изделий и вот в этой номинации меня готовая работа вот она готовая работа это вот такая футболка футболка на меня на 50 размер вот и она связана верхняя часть узор номер 035 японский узор хочу вам сказать что на моем канале есть мастер-класс на такой вот замечательный узор вот как он выглядит немного растяну что было лучше видно вот и вот это узор 0 номер 035 я вот так храню свои образцы подписываю их вот таким образом ну и я сама уже знаю что это из книги хитомиши до 250 японских узоров вот вот такой и кстати он прекрасно выглядит вот таком светло-сиреневом цвете тоже очень это тоже казал бы бекатон к слову вот у меня здесь вот такой розовый цвет я бы сказала цвет пыльная роза или сухая роза но вот какой-то вот такой цвет камера сейчас немного передает какой-то серый слегка оттенок но поверьте он такой спокойный розовый цвет то есть не яркий не малина спокойно розовый цвет и вот по значит по этому узору есть мастер-класс смотрите вот поближе шикарный узор есть мастер-класс на моем канале теперь что касается вот этой футболочки футболка у меня вязалась из трех узоров внизу я начала значит здесь так два ряда платочной вязки так два ряда изнаночных два ряда изнаночных уже успела забыть изделие полностью шивное то есть снизу вверх она вязалась это изделие дальше у меня вот такой узор переход на узор цепочка дальше узор сетка идет с узором сетка хочу сказать несколько слов пришлось повозиться но не для кого не секрет что в интернете узор сетка можно найти всякие разные варианты вот и в общем то я в каком-то из видео своих показывала что я вязала даже другой другим узором сетка и добавлю что сетка сама по себе узор несколько коварный и вот я вязала вот этот узор на спицах три с половиной потом когда я уже связала тем прошлым узором может быть вот столько и распустила я поняла что здесь нужно переходить на спицы хотя бы тройка вот я перешла на тройку и мне в результате моя сетка получилась неплохо на мой взгляд но мне самой конечно очень нравится после сетки я опять перешла на узор цепочка и закончила вот значит узором японским узором 035 как я уже сказала изделие у меня полностью шивное значит по рукавам когда рукава были связаны значит я сделала здесь два ряда платочной вязки и закрыла а самым обычным способом здесь я сшивала но вы видите что такое вот плечо цель на вязаные ли цель на кроенная и я сшивала здесь методом трех спиц и на канале есть небольшой видео урок как значит закрывать когда вот так она конкретно на этом примере как мы закрываем методом трех спиц закрываем или сшиваем по-другому сказать я буду делать экспресс мастер-класс с расчетами предположим я сейчас я не буду уже уточнять на каком расстоянии сколько рядов я провязала прежде чем начать а вывязывать вот такой цель на вязаный рукав или на каком расстоянии от проймы я начала вывязывать вот горловину кстати у меня значит размер 50 рост метр шестьдесят три то есть если но у кого-то рост выше и ниже это все вам если вы заинтересованы вам нужно будет высчитывать самостоятельно то есть примерять смотреть вот горловина точно также учитывая что есть как бы такое неписанное правило что нужно обвязку рукавов но внизу я уже показывала и горловины делать в одном и том же ключе ну или в одном и том же узоре так то я значит тоже сделала такую же горловину обвязку такой уже вот ну собственно здесь даже изгиб на спинке вот узор сам по себе он такой не немножко волнистый ну собственно неплохо так на спинке тоже смотрится мне мне нравится вот этот вот эта футболка неплохо сидит но опять же если говорить с нашей чисто женской точки зрения вот эта полоска но на мой взгляд на мой взгляд слегка слегка добавляет что ли килограмм но вот это моё чисто мнение у меня сейчас пока настоящее время нет фотографии как эта футболка смотрится на мне хоть я уже у нас белоруссия теперь 24 25 градусов тепла я уже на улицу одевала выходила неплохо смотрится и с белыми брюками и серыми брюками и надевала в общем неплохо смотрится мне нравится но опять же это чисто субъективное мое мнение что вот эта полоса вот эта полоса она но на мой взгляд хоть я сейчас немного похудела тут ситуации разные похудела немного но все равно вот мне кажется вот эта полоса и вот она это вот эти две полосы да вот полоса и вот полоса но мне кажется в такие поперечные полосы при всей своей как бы оригинальности и красоте узора она мне кажется прибавляет килограммы но это чисто мое мнение на спинке точно также спинка вот горловину спинки вам покажу что я говорила а получился вот такой слегка волнистый край вот он да но мне нравится мне нравится ну в общем то неплохо получилось конечно вот этот узор 035 я как-то не знаю выбирала несколько узоров связала то сейчас как я покажу на шапку как я выбираю узоры я свяжу два образца иной раз прежде чем я разберусь что же мне хочется связать и связи с тем что я часто показываю экспресс мастер-классы я понимаю что как бы мне не нравился узор если я планирую сделать мастер-класс то люди потом замучаются вязать по схеме или вместе со мной я стараюсь убирать ну что-то такое более менее несложные узоры так это вот что касается вот этой вот этой футболки до в длину она мне получилось 55 сантиметров но рост я уже сказала какой у меня ширину 52 52 с половиной где-то сантиметра но это при при всем при том но на шов сколько пошло ну не знаю тут в миллиметрах сантиметр вряд ли пошел на шов но в общем чуть-чуть ушло на шов ну в общем она такая вот у меня получилась футболка и вот эта интересная горловина горловина мне очень нравится такая горловина у меня связано еще в моем еще одном недовязи темно-зеленого цвета но я о нем сегодня я рассказывать не буду потому как говорят руки не дошли еще руки не дошли и так я на столе оставляю наверное вот эту мою футболку которую назвала фламинго фламинго почему вспомнилась песня розовый фламинго но поскольку футболка сама по себе розовая уж не стала писать я там уже выпустила одно видео и говорила что я назвала ее фламинго не стала писать розовые фламинго написала просто фламинго и так это у меня футболка и экспресс мастер-класс будет который называется фламинго вот теперь далее вторая работа относится к фэмили лук я в общем то сначала посмотрела какая у меня пряжа есть это я сразу скажу это остатки я посмотрела что я могу связать двое носочков себе и моей дочке одинаковых из таких вот остатков на самом деле тут сейчас вот на камеру то как будто бирюза какая-то нет это такой синий насыщенный цвет вот это он приятно поблескивает я думаю все догадались что это акрил это акрил а вот это вот это пряжа это у меня такие остаточки это хлопок с акрилом вот честно камеру хорошо видно чуть-чуть у меня осталось а вот такой пряжа наша белорусская пряжа хлопок с акрилом и я добавила вот сюда это как вы понимаете это хеликс вот и вот это у меня будет фэмили лук что еще про эти носки а ну вот скажу вот вы видите здесь такая бахрома из ниток да целая куча всяких разных это у меня значит я вижу такой утолщенный край фабричный край здесь точно так же кстати вот но вы все наверное знаете что такое эластичный ли фабричный край вот такой момент вот в этих нас количество петель совершенно одинаково как вы понимаете вот в этом носке я увлеклась провязала наверное до сих пор а потом уже стала выдергивать вот эту вот нить вот она у меня болтается вот эту дополнительную так 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 не так вот 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 дополнительно не стала выдергивать и у меня форма носка скажем так довольно презентабельная и на камеру показать как говорится не стыдно в общем все неплохо неплохо вот этот носок я что-то так но как-то думаю ну-ка я выдерну я привязала буквально наверное 5 рядов уже перешла на резинку 1 начинаем мы с полой резинки так перешла на резинку 1 на 1 и думаю надо мне эту нить все-таки выдернуть и вот результате давайте посмотрим вот разница какая то здесь нормально утолщенный красивый такой эластичный край вот покажу как он тянется хорошо в общем нормальный край и я уже для себя сделала вы чем позднее я буду вытягивать вот эту вот дополнительную нить которая сейчас болтается у меня до конца не убрана тем вот этот край вот он фабричный эластичный вот этот край ну тут вот все нормально тянется хорошо тем будет у него такой более респектабель респектабельный вид понятно что после стирки я надеюсь что этот носочек тоже будет иметь такой хороший вид и все будет нормально но опять же но это вот мой такой вот опыт а еще по этим носкам что скажу ну вы давайте посмотрим вот сколько у меня здесь не так всяких разных я решила пятку вязать но здесь еще болтаются не убраны я решила пятку вот сейчас вот хорошо видно видите я решила пятку уплотнить укрепить то есть подвода синего у меня нету да его и наверное не купишь чтобы цвет в цвет совпало я вязала как я два ряда вязала толстый край потом два ряда вот ну вот видно переходила на обычную вот на такую нить и вот где я добавляла вот 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 здесь вот я добавляла шла 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 и вот сюда пришла и вот этот кусок у меня болтается потом я его спрячу то есть я укрепил но пятка бумеранг понятно да вот я укрепила вот таким образом вот ну вот видно да посмотрите укрепила пятку сейчас я в это укрепила потому что но вы все знаете что на моем канале есть носки все мы любим вязать носки и особенно женщины пенсионного возраста такие как я хоть не часто но все же вижу и я вот посмотрела что у меня некоторые носки даже на моем канале есть уже начинают протираться а этим носкам даже даже двух лет нет вот и поэтому и поэтому я что хочу сказать что я посмотрела и приняла решение что буду вязать носки обязательно с добавлением акрила то есть полу шерсть конечно приятно или там чистая шерсть даже чисто шерстьяные приятно такие носочки с альпака или там еще какие-то но вот но я уж наверно много говорю но дело в том что действительно с акрилом или обязательно с добавлением акрила а лучше всего вот как-то укреплять пятку тогда как говорится носки будут носибельные ну вот это вот фэмили лук у меня так я это убираю теперь дальше вот моя пряжа еще одна какие у меня были планы вот казал бэби вол так это на шапку как я уже сказала я ну конечно если я вот показываю сейчас один образец есть я на этом образце не остановлюсь ну как узоре для шапки а возможно шапка будет скорее всего детская будет с отворота конечно можно здесь и косы и жгуты всякие варианты вот это это конечно японский я люблю японские вот это не знаю насколько видно это у нас давайте ручкой покажу вот это у нас вот это так это лицевые скрещенные вот это у нас как бы такой но жгут или коса назвать из лицевых скрещенных вот это край это один раппорт здесь провязано 12 петель но плюс для кромочек вот это вот край который будет отделять вот такие вот но своеобразные жгуты от друг от друга вот это вот как вариант для шапки я уж как-то какую-то подготовительную работу провела вот резиночку резиночку я на тройке связала вроде бы неплохо вот так вот если отвернуть вроде бы неплохо так вот это на три с половиной но это значит вот эта пряжа я не сказала значит может быть не все знают казал беби вон 50 граммах 100 метров так она в общем то толстенькая толстенькая и вот это спицы три с половиной может быть я остановлюсь на таких спицах три с половиной может быть на четверку перейду пока не решила дело в том что я люблю когда шапка она держит форму это не бьи не будет это обыкновенная с отворотом детская шапка и мне хотелось бы чтобы она держала форму поэтому может даже три с половиной я и оставлю что было так как бы потуже чтобы форма держала чтобы то есть она не но она мягкая приятная но в общем не знаю и кстати друзья если кто-то из вязал и вязалась такой пряжи газал беби вон напишите в комментариях какие выбрали спицы и может быть две нити вязали например на четверки или на пятерки но я вот пока выбрала такой вариант пока еще как бы думаю то есть здесь стройка здесь три с половиной в общем как-то так давайте приложим ну вот как-то так вот как-то так вот не знаю конечно зайти загуглить можно найти всякие разные схемы ну и связать что-то похожее ну вот я не знаю может быть остановлюсь но опять же здесь вот повторяю вот этот вот вариант на две петли он чередуется он здесь повторяется то есть сам узор такой довольно интересный это просто рапорт такой значит вот этой части вот это но это вот если коротко что касается моих планов это называется тема свободный выбор это я вот планирую вязать шапку ну пока шапка только в процессе и 4 4 работа которой я хочу вам рассказать буквально несколько слов и так я хочу рассказать буквально несколько слов о тоже это четвертая к четвертой номинации отношу это реставрация вязаных изделий кто смотрел кто внимательно смотрел значит мое предыдущее видео где я говорила об вот и мое вступление где я говорила о том что вот этот кардиган я его люблю но я решила что он не длинный и вот я начала распускать и столкнулась таким моментом что мне пришлось отрезать но я вам показываю просто кусочек пришлось отрезать по прямой во всю ширину а вот столько пряжи но придется выбрать ну что делать а ситуация сложилась вот в чем я вот буквально на таком вот кусочке покажу вам а вот этот узор сам по себе по моему на 8 рядов но тут это не главное сам по себе он ажурный и мне очень хотелось внизу ажура вставить кайму из книги хитомишида и поскольку у меня было 2 каймы на так сказать для моих планов для осуществления моих планов я как-то решиться не могла я все смотрела чтобы не получилось масло масляное то есть чтобы один ажур не перебивал и не прикрывал как-то 2 ажур я сейчас говорю о кайме чтобы кайма была такая скажем красивая но не яркая не перебивала вот этот узор и в конце концов я приняла решение связать вот край начать внизу и до изделия обязана снизу вверх она шивное и начать я началась открытыми петлями с дополнительной нитью вы все знаете и потом связала изделия все нормально все замечательно потом вот эту нить убрала дополнительно подняла петли и начала вязать кайму связала кайму все хорошо все замечательно кстати о кайме вот какая как она выглядит на рукаве сейчас вам покажу вот это вот кайма вот вот рукав и вот кайма то есть на мой взгляд выглядит неплохо да но какой момент почему я отрезала вот несколько таких кусков потому что когда мы вяжем вот таким вариантом с открытым краем у нас наше резание распускаться никак не хочет и в результате я не закончила свою работу возможно к следующему отчету я закончу то есть я вот отрезала набрала на петли и остановилась вот то есть работа это не сделано вот так что вот еще расскажу вот если ну может быть кому-то моя информация пригодится если вы будете набирать петли с открытым краем а потом возвращаться ну нить убирать и вот как я сказала уже делать то у вас и вязание не будет распускаться вот такая вот интересная информация возможно кому-то пригодится возможно не все знают и так я кардиган свой уберу и положу свою готовую работу но у меня штатив стоит в общем то у меня высокий штатив но так стоит что в общем то не все видно я вот рукава вот так положила вот итак поэтому мой небольшой отчет номер два закончен большое спасибо всем моим зрителям за внимание и большое спасибо всем моим коллегам по совместному проекту дыхание осени за ваши просмотры лайки и комментарии дорогие зрители кто не подписан на мой канал приглашаю подписаться и зайдите на канал посмотрите плейлист и возможно вам понравится какие-то плечевые изделия какие-то мастер-классы или же какие-то ажурные узоры и так приглашаю всех желающих всего доброго до новых встреч пока пока